девчонки и мальчишки всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут ирина здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики присоединяйтесь к нам мы начинаем сегодня у меня в кадре вот такие вот ручки будем наращивать длинные ногти на верхней формы давайте же поскорее начинать сначала слегка опиливаю форму быстренько здесь ногти все короткие просто слегка освежая форму и зашлифовываю ногтевую пластину работаю при этом пилочкой на 180 грит сразу выполняю маникюр полностью так как у нас будет наращивание на верхние формы пилить мы там практически ничего не будем поэтому фрезой пламя синий насечкой вычищаю птеригий зашлифовываю боковые валики сначала обрабатываю левую сторону на форварде затем переключаю аппарат на реверс и обрабатываю правую сторону я всегда обрабатываю сначала 10 пальцев на форварде затем переключаю аппарат и обрабатываю все 10 пальцев на реверсе при этом использую щеточку чтобы убрать пыль и видеть, что пилю. Следующим этапом срезаю кутикулу ножничками. Эти ручки у меня впервые, поэтому использую ножнички с загнутыми кончиками, чтобы не поранить нигде и аккуратно обработать. Теперь обезжириваю ногтевую пластину nail prep, прохожусь праймером и перекрываю все ногти тонким слоем жидкой базы. База у меня сегодня в работе торговой марки JZ-Easy. Следующим этапом делаю растяжку из цветного глиттера. Я смешала на палитре розовый глиттерный гель и серебряный с разноцветными вкраплениями. У кутикулы он должен лежать у нас плотно, а далее все меньше и меньше к торцу. Буду использовать сегодня вот такие вот арочные формы. Попробуем сделать арочный миндаль. Полигель у меня торговой марки Dark. Выдавливаю шарик такой побольше полигеля, так как у нас будут сегодня длинные ногти и аккуратно кистью, которая у меня смочена предварительно в спиртом, распределяю его. У кутикулы делаю тоненький слой, а далее равномерно распределяю к торцу. Важно, чтобы все боковые стороны у нас были заполнены материалом, чтобы не было нигде пробелов, иначе там будет на этом месте дырка. Аккуратно распределяю по форме, по длине, проверяю со всех сторон. Ближе к кончику сбоку у нас не хватает материала, немножко добавляю. И если все меня уже устраивает, аккуратно приклеиваю на ноготь. Проверяю боковые параллели. Это очень важно в нарощенных ногтях, иначе наша конструкция будет непрочная, и ногти быстро сломаются в точках в роста. Отправляю в лампу на 5 секунд, и следующим этапом распределяю материал под ногтем. При этом придерживаю пальцем левой руки форму. Просушиваю 60 секунд в лампе сверху и снизу. Аккуратно отклеиваю верхнюю форму, и получается у нас вот такой вот ноготь. Таким образом нарастила уже все ногти. Теперь остается важный этап опила. Сначала опиливаю форму. На безымянном ногте, видите, скруглила уголочки, подумала, что так лучше будет. Но клиентке моей понравился больше арочный миндаль с четкой формой, поэтому углы буду оставлять. Заваливаю пилочку под ноготь и аккуратно пилю равномерно, чтобы получилось с двух сторон. Проверяю, чтобы ногти у нас были все одинаковой длины. Опилила форму. Следующим этапом буду опиливать зону кутикулы. Для этого мне понадобится твердосплавная фреза конус с тонким кончиком, чтобы удобно было подойти к кутикуле. Убираю лишний материал в зоне кутикулы, синусов и боковых валиков. Теперь будем работать аэрографом. Для этого наношу Skin Defender на кожу. Это такой специальный защитник кожи. Сейчас я буду распылять гель-лак на ногти, поэтому нужно кожу защитить, чтобы потом все аккуратно снялось. Налила в емкость аэрографа жидкость для снятия гель-лака. Туда добавила несколько капель ярко-розового, даже кораллового гель-лака. Перемешала это хорошо и распыляю на кончике ногтей. Просушиваю в лампе и повторяю. Проверяю те же действия вторым слоем. Последним этапом перекрываю все ногти глянцевым топом, просушиваю в лампе и 60 секунд. Убираю Skin Defender, смачиваю для этого спонжик спиртом и убираю с кожи Skin Defender. Вот такие вот у нас получились шикарные нарощенные длинные ногти со сложным, можно сказать, дизайном и с глиттерным гелем под молочным наращиванием и с аэрографией. На всю эту работу у меня ушло всего лишь три часа. Я считаю это отличный результат, учитывая то, что я еще и видео снимала. Субтитры сделал DimaTorzok Всем желаю хорошего настроения и до новых встреч! Пока-пока! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok